Здравствуйте, с вами передача «Дигитарк» и Георгий Калякин. Сегодня мы с вами узнаем, что такое интернет вещей, зачем вообще предметам интернет и как связан IoT и 5G. И сегодняшний гость у нас Вячеслав Антипенко, специалист, менеджер, который занят развитием как раз сферы интернет вещей. Привет, Слава! Привет, Георгий! Расскажи нам, что такое вообще интернет вещей? Интернет вещей — это понятие, на самом деле, очень широкое. И в последние годы она уже очень много хайпа набирает, но в целом уже на протяжении последних 10-20 лет эта тема очень актуальна. То есть интернет вещей подразумевает за собой любое устройство, которое подключено к сети и передает какие-либо данные. Или этим устройством нужно управлять. А можешь подробнее рассказать? Да, самый простой пример — это коммунальные услуги. И в первую очередь у нас в Эстонии автоматизировали все счетчики по электричеству. То есть большинство электрических показателей не нужно списывать, как это делали раньше, они отправляются сразу на сервер и считываются автоматически. Дальше уже многие дома внедряют как электрические счетчики, так и многие другие. И следующий этап — это с 2020 года должны быть все газовые счетчики также дистанционно считываемой быть. Но это очень удобно. Расскажи нам, пожалуйста, насчет 5G и как она связана с интернетом вещей. 5G — это, естественно, очень актуальная тема. Это следующий этап мобильной сети, которая уже, в принципе, сейчас работает на территории кампуса Тальтех, где мы поставили пилотную связь. И можно тестировать оборудование, можно тестировать какие-то услуги. Но в целом она подразумевает больше возможностей для внедрения автономных систем, таких как, например, дистанционное управление роботами, автономные машины, автобусы и так далее. То есть в 5G мы подразумеваем не пользу для конечного потребителя, а для именно использования масштабных систем, которые должны автономно работать. Ты сказал, что это тестовая сеть. А когда она станет как бы уже полнофункциональной? Ну, сейчас сложно сказать, когда она именно станет полнофункциональной. Это, естественно, мы бы хотели как можно раньше, чем лучше. Но в целом, я думаю, в ближайшие 2-3-4 года это уже будет более актуально, то есть уже более масштабно. Скажи, а есть какие-нибудь реальные примеры из уже работающего вот этого соединения интернета вещей, когда 5G, вот эта связь используется? Какие-то предприятия в Эстонии? На примере 5G я сейчас, к сожалению, не могу ни одного примера сказать, но у нас в прошлом году, на самом деле, мы выпустили параллельную сеть, которая тоже способствует развитию именно интернета вещей. Это сеть под названием NB-IoT, и она именно целенаправлена на оборудование, устройство, которое передает очень маленький объем данных, но автономно. То есть за счет того, что объем данных и постоянного подключения к сети необходимо, долгожительность устройства можно продлить от 10 до 15 лет. То есть ты устанавливаешь тот же самый, допустим, датчик или счетчик на электроэнергию, на газ, на воду, и он у тебя служит очень долго. То есть это в длительной перспективе очень удобно как для клиента, так и для фирмы и так далее. Хорошо, с датчиками понятно. А когда же уже в наших телефонах сеть 4G перейдет на 5G? И когда мы будем экономить энергию в телефонах и пользоваться ими дольше? Ну, смотри, на самом деле сейчас для конечного потребителя, и я думаю, так же для тебя и для меня, 4G вполне достаточно. То есть ты успеваешь посмотреть и параллельное видео, и начать что-то скачивать, и фильмы и так далее. До того момента, когда в телефонах поменяется значок 4G на 5G, это сложно сказать. Возможно, на самом деле для конечного потребителя никогда не поменяется, потому что один из возможных употреблений сети 5G — это чисто коммерческая связь для именно систем. То есть я пока что не могу даже сказать, что будет ли такое решение для конечного потребителя, будет ли устройство у тебя поддерживать сеть 5G. Возможно, но сейчас это сложно очень сказать. Скажи, Слава, а Телли уже используют интернет вещей, и, может, с какими-то предприятиями они сотрудничают? Да, на примере технологии сети NB-IoT мы сотрудничаем с фирмой Energate, то есть мы меняем им счетчики, и счетчики работают на технологии именно NB-IoT. То есть они будут показания передавать именно на этой сети. Параллельный пример могу еще привести на основании фирмы Labour. Там, конечно, не используется сеть NB-IoT, там стандартная 4.3G, но там мы собираем показания в процессе сборки изделия хлеба и передаем эту информацию Labour. То есть упрощаем в этом плане для Labour ежедневную работу. Вместо того, чтобы какой-то работник должен каждый час, каждые два часа собирать показания, мы это делаем все автоматически. И, естественно, если есть у предприятий какие-то юзкейсы, которые они бы хотели решить в помощь у нас, то могут обращаться к нам. Хорошо, спасибо, Вячеслав. С вами была передача Digitarg. Следующий выпуск через неделю. Следите за передачей и будьте всегда в курсе последних новостей из мира технологий. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...